Я эту улицу не дам строить, я там лягу под экскаватор Привет дорогие друзья, ну вот очередная точка социального напряжения в Сергеем Посаде образовалась опять из-за чиновников, которые не соизволили посоветоваться с жителями и приняли решение объединения нескольких улиц, против чего протестуют жители улицы Клементьевская С самого начала короче здесь улицы был овраг, с самого начала овраг был всю жизнь мы там катались на санках грубо говоря там с детства там с 5 лет и вот там построили московские там, московская была улица там первая, вторую московскую там наверное третья, пятая, десятая будут и они хотят сделать напрямую дорогу здесь Кто они? Ну та улица, та улица короче, народ 100 улиц хотят сделать напрямую дорогу И короче у нас получается Они сейчас тут 100 машин по нашей улице будут проезжать Будет здесь коллапс И обидно в том плане Что с нами никто вообще на эту тему не разговаривал Опять сделали вот тихим сапом Это сентябрь, октябрь Были публичные слушания генерального плана Изменений не вносились никакие И после 28 декабря На совете депутатов Они скопом не выносят вопрос Они просто объединили все вопросы И уже поставили перемычку То есть 12 января Стояла перемычка В генеральном плане Сергеев Посадов И какая еще проблема То есть мы боимся что она Действительно улица 2 Московская Это новая застройка Это 10 лет 10-9 лет как она вот существует Наша улица Это 70 лет 75 лет это первая застройка То есть с этой улицы начинал строиться Семхоз И обидно в том плане Что вот мы приглашали Нигурицу На сход жителей Чтобы он как-то Ну объяснил Может действительно какой-то вопрос Экономически это как-то надо Важно это сделать К нам Нигурица не приехала Хотя наш президент Обращаясь к федеральному собранию Как бы главам На местах указывает Чтобы вы внимательно С людьми разговариваете Объясняете Какие у вас там идеи Какие вопросы возникают Встречайтесь с жителями И разъясняйте На сход он не приехал Если там строится новый поселок Значит они должны для себя И делать какую-то дорогу новую Почему они должны пользоваться тем Что есть уже И не так сказать Не советоваться С нами жителями Почему на нас можно сказать Наплевали просто-напросто И все И еще вопрос Вот почему мы сейчас Как бы оправдывая все Встаем в штыки Нет не надо нам Но почему они не придут к нам С доводами Что это необходимо сделать Вопрос еще большой Как это будет сделано Если действительно поток так увеличивается То наверное должен быть проект этой улицы Учесть все там Ливневую канализацию Учесть пешеходные дороги Учесть то Каким образом здесь сделано Проведен газ Он там не очень глубоко закопан Ну и так далее Тут целый комплекс возникает То есть это Это не просто вопрос Взять Насыпать туда мусора И засыпать асфальтовой крошкой Вопрос А как будет дальше существовать улица При таком потоке Тут я хочу сказать Андрей Тут был уже большой скандал Когда у нас начали строиться Не было дороги У нас до 9 Асфальта не было У нас торчали трубы Все люди выходили Газовые трубы на дороге Только когда Фадеев Положил асфальт Помнишь? Да, да Фадеев положил асфальт Стало нормально Сейчас этому асфальту Уже настало Все И начнут эти трубы обратно В проезжей части Она вся Газопроводы идут То есть по четной стороне Вот газопровод у нас идет вдоль дороги И пересекает проезжую часть К каждому дому подходит Это глубина 40-50 сантиметров Это тоже опасно очень Строительная техника поедет Вот она все тут раздолбит Все провалит Асфальт был Асфальт был Асфальт 10 сантиметров Асфальт Весь раздолбит моментально 5 грузовых машин проедет Больших Камазов И все Мы сейчас шли Дороги у нас чистят Это вот он человек чистил Вон там человек нанимал А как вы думаете Для чего им это нужно? Им что, короче ездить куда-то? Естественно, короче Это будет Потому что наша улица Заасфальтирована Она готова Вот они положили трубы Засыпали землей Которой вот у нас на поле И им готова дорога Пожалуйста Там строятся участки Новые Там участки отдали по строительству Там идет полное строительство И сейчас через нашу улицу Будут ездить Вот именно Строительные машины Транспорт тяжелый А сейчас они где ездят? А сейчас они Они ездят через три улицы От нашей улицы Через четыре улицы Исторически сложилось так Это был овраг Он называется И в документах стоит Ручей безымянный Который впадает в Копнинскую Или как Копнинской Там ручей Здесь три или четыре родника Может больше С той стороны Был такой Сужитель Значит начали самовольно Засыпать овраг Всяким мусором С той стороны улицы Чтобы положить Ну сделать этот проезд Когда весной бывает Вода разливается И идет затопление Ближлежащих к домам И возможно Оползань грунта Около домов Целесообразнее Если вот сейчас Многие еще сказали Газ Много проблем Если делать что-то Ну планируют Засыпать Положить трубы И засыпать Как по старинке делалось Ребята Делайте Но нужен проект Это нужно гидрологию Это надо признавать Либо ручей Либо не ручей Полный комплекс работ Если просто положить Тупо Положить эти трубы И засыпать Завтра я поеду На грузовике Что-то мне надо привезти Я завалюсь на бок Кто будет виноват Должен проект соответствует Опять же Гидрология Дальше Наш овраг Наш овраг В овраг С дороги По весне Большой ручей течет Весной такой Паводок Когда Это туда и масла Текут с дороги Прочий мусор Туда идет Соответственно Нужно ставить Очистные сооружения А это дальше идет Вот это все По весне Это ручей Который в реку Идет в кончуру И дальше дальше идет Киларский пруд Киларский пруд Естественно Это полная система Надо гидрологией заниматься Полностью это делать И если делать Провода надо поднимать Сейчас это как у нас Взял Посмотрим Если какой-то транспорт пойдет Это и провода поднимать Это и с газом надо заниматься Это надо и асфальт И какой-то пешеходный Да, можно поставить Тупо поставить знак Пешеходная зона И тупо положить полицейских Но это не выход Из этой проблемы Поэтому Первое То что Овраг засыпался Приезжал надзор Который Обязал там Людей определенных Чтобы убрать И было обращение Городской власти Чтобы с той стороны Оврага Они должны были убрать Но на это нет денег Сводится к тому Что мы тихо Засыпем Сделаем А там и может До беды Как она весной Поведет себя Там они привезли 4-5 труб метровых Ну это не подход Сейчас Как сейчас это идет Это не подход К решению Этого проблемы Даже экономически Если здесь Делать полностью Проект И улицу И все делать Дешевле И экономически Мне кажется Правильно Там через заправки Сделал дорогу И она Без всяких Электросетей Газовых сетей Она проще Там даже пойдет И не будет Того Возмущения Жителей Которые сейчас И действительно И выборы Президента И сейчас Начнем и туда Писать Потому что здесь Реагировать начнут Поэтому это никому Не надо А сколько людей Живет на улице Сколько у нас домов 240 человек Поэтому здесь Надо экономику Считать обязательно И смотреть А не возбуждать народ Которые вот сейчас После работы пришли Уже пятый раз Собираемся И на это Никто ничего не реагирует Плюс провода Все вот у нас Построительная техника Поедет Севиковых надо снимать А это уже Вот это все Новые Современные Это уже здесь Гораздо шире Чем у нас там А у нас все У нас еще В начале там Да В начале Да Это уже Новые Здесь вот 30 Ну сколько здесь Этим домам 30 лет А там вот По 60 лет Дома стоят Они там Гораздо уже Я сейчас До тут дойду Газ вот здесь Вот здесь вот идет У нас Газ вдоль дороги Вот он идет Газ труба Представляете Поец Строительная техника Что здесь будет твориться Вот даже визуально Туда смотреть широко Вот в ту сторону А вот туда посмотрите Там гораздо уже Вот в ту сторону Посмотрите Там гораздо уже Не спрашивают Жители ни о чем Это вот эту дорогу Если вот Здесь некоторые Может не знают На свои деньги Даже строил Захаров Как его Леша Дядя Ван Дядя Ван Василий Иванович Захаров Вот я помню Он привозил Эту дорогу Не было дороги Никакой Сейчас нам Хотят сделать дорогу И опять мы Не сможем по ней ходить Потому что там будут Машины ходить День и ночь То есть это вот Я 61 год ходил По улице А теперь я не смогу По ней пройти Не обернувшись Потому что Значит я прошел Два дома Едет машина Прошел еще два дома Едет еще машина Нет ну вот к вопросу Что вас никто не спрашивал Вот вы Нам дали ответ Вот на такие вопросы Администрация Или кто там будет Рассматривающий Почему у нас Кто принимал это решение Хотя бы с нами Да Мы отправляем Говорите пожалуйста Там есть пакет документов Которые скажем так Это же Идет борьба Скажем так Нет Смотрите А вы не хотите Пригласить сюда Например Ваших депутатов По вашему округу Которые вот так скопом Приняли эти поправки Благодаря которым Вот ваши Условия жизненные Да ухудшились Если не хотите пригласить И сказать что Ребята давайте Не таким вот образом Чтобы нам приходилось Там костюме Ложиться под этот бульдозер А законодательно Внесите поправки Мы вам вот довели Что может вы там Не подумавши Не оглядевшись Да приняли Примите обратно Вот в нашей части Как бы отменить Это Вообще отношения конечно А там еще письмо Действительно правильно говорить Выборы прошли И все Им захотелось дорогу А они для себя сделали Дорогу С той стороны засыпали Еще ответ есть Из адмодзора Там администрация Кто-то мусором засыпал Обещали мусор убрать И тихим сапом Засыпают с той стороны Вот это письмо Значит На которое Вот с подпись Обращались Чтобы вынесли изменения Нам почему-то ответил Не Михаил Юрьевич Нам ответил Горбачев Ну такого содержания Что ребята Вроде как бы Все уже правильно Вот ответ Вот ответ Вроде как бы Все правильно И вы Игнорировали публичные слушания И не приходили Мы уже все решили А вы знали о публичных слушаниях? Нет А почему я сказал Что публичные слушания Они были в сентябре В сентябре В октябре Генерального плана И эти изменения По нашей улице Не вносились А 12 января Уже ссылаясь На эти публичные слушания На эти изменения Уже поставили перемычку На этом овраге Я эту улицу Не дам строить Я там лягу Под этот экскаватор 10 числа Вот здесь актив улицы Кто мог с работы Отпроситься Приглашаем администрацию Депутатов Приглашаем Кто по нашему округу Компетентных органов Ну не органов Представители администрации Которые нам бы объяснили И ответили бы Внятно Четко На наши вопросы Ребят Скоро выборы Президента Здесь тоже 250 человек Это не просто так